всем огромный привет вот сегодня второй день как у нас нет дождя но до сих пор у нас дороги не просохли сейчас собрались дотика идти в магазин с продуктами кончился хлеб молоко так вот а мы тут шли когда дожди были совсем пройти не могли ужас немножко прогулять и вас заодно решила показать дать и другие мы тоже любим на них смотреть вот такая вот замечательная ерунда стала в этом году у многих забыл как она называется прям стволы впивается и питается растениями куда она взялась у нас давно не было да ну здесь уже более-менее просохла нужно идти сегодня жарко 25 градусов наверное так на солнышке нам кажется сейчас посмотрим что в магазине есть если сахар кончился далековато когда непогода особо не находишься обычно мы на велосипедах катаемся где грязь грязюка вот только на скользкая так то ничего скользко вроде как тепло пришло хотя алису спрашиваем на яндексе она нам то одно обещает а другое прихушка как ей верить спрашиваешь погоду наград дождик завтра на следующее утро просыпаешь и спрашиваешь она сегодня облачно дождя не ожидается как-то непостоянная информация погоде здесь нас люди живут хотя у нас и сын ты вот такие добрые собаки тоже живут а мы уже прошли где козочки люди в огорода выходили наконец-то прополоть надо здесь прошлом году до засыпали дорогу не могли уж дальше засыпать приходится вот так вот там половина по грязь идти половина хорошо у нас здесь одно общество вот с этой стороны а здесь другое поэтому это общество решило значит засыпать а там общество заканчивается на улице вот поэтому они так засыпали под половину тогда вот так я не сомневаюсь что у нас такое все возможно а здесь у нас живет женщина у нее козочки и мы здесь молоко летом берем козье из большой раз два на 4 4 огорода совмещенных много козочек у нее молоко вкусное детям нравится козье молоко душно да здесь приятнее такая мелкая щебеночка даже не знаю что это щебенка ли что вот такая миленькая быстро пропиталась лужи грязь здесь не задерживается закрываются такими железными заборами не посмотришь всю красоту в огороде то ли дело в красота потом еще говорят вы за наши дальше не присмотрите как по ним смотреть что мы там увидим трех метровые вот смотрите все видно видите что здесь растет картошка наверно да я любопытная да гуляем сподглядываем я любуюсь на растение у кого что растет и какие посадки есть конечно часто хаос вам мы любим хлам собирать у нас и дедушка не против он где-то все нужно это все пригодится и его не переучишь я постоянно об этом твержу что надо избавляться надо выкидывать не надо собирать но какой петушок а он говорит а вот так вот пригодится что-нибудь нужно будет пойдем покупать где-то искать просить а потом будет вспоминать что выкинули ну как часто бывает у нас россии а из этого собирается весь хлам на дачу везем везем что не нужно дома а потом будем отсюда возить на свалку месяц наверно брошенная дача у нас много брошенных участков здесь вы тоже даже если знам нам сказали что если хотите засыпать улицу то придется договариваться с соседями оплачивать и нам придет машина засыпать ну как договариваться на наши улицы три дачи допустим рядом с нами остальные брошенные только мы трое мы будем платить поэтому и грязь здесь вот тоже главная улица рассчитается тоже грязь прошлом году у нас поменялся председатель чему мы не очень рады мне кажется с ним было как-то получше договориться можно сейчас власть поменялась пока что они для себя стараются лучше на собаку не отреагировала женщина задерживает отреагировала обычно на нас тоже реагирует все цветет у всех шипунь тоже еще цветет розы мне кажется на солнышке все 40 мы как-то поставили градусник на солнышко позапрошлым году было 42 градуса в тени а на солнышке градусника не хватило шкалы даже не знаю больше 60 я помню вышла у меня лобелия вот так вот вся висит вареная петуния вся висит хотя полита я быстрее даже помню бегала их в тенек думала они вообще сварятся не могут придумать какой-то решеткой побольше мусор поставить все-таки здесь дать много ну вот стоит же бесхозно почему в нее не поставить мусорки ничего бы не разлеталось хорошо гоняем летом на велосипедах с детьми по всем улицам вот что есть все все улицы объезжаем у нас общество большое я помню как мы в том году нашей даче увидели как в на той стороне вот такой дым черный столбом и даже мы за всеми дачами за всеми деревьями увидели как подымается этот дым жара такая была днем стель на велосипеды и помчались сюда так дача горела это что-то надо было видеть за считанные минуты сгорела дача а человек был на работе там курочки рядом пристройка была в дому мы думали курочки остались пристройки и умерли потому что такая дымовуха была что наверно ни одна курочка бы не выжила но курочки сбежали оказывается наконец участка но был такой жар что даже соседние дома поплавился виниловый сайдинг соседей тоже не было представляю когда они увидели обрадовались как хозяин пришел конечно вечером с работы мы еще стояли рядом а пламя было вот эти вот провода поплавились и оборвались а там люди стояли как никого не задело искры полетели вот что значит не стоите рядом в таких случаях теперь я уже тоже ученые таком случае не буду больше близко и смотреть надо где провода вот так вот вечером мы съездили туда спросить как хозяин там чувствует себя нам сказали что ему родственники помогут построить небольшой домик восстановить он там жил и зимой мы их не дам что может и провода может что оставил вот мы пришли наш местный павильон если здесь ничего не будет пойдем туда дальше ну все взяли все по списку только кроме сахара за сахаром хозяин только поехала придется там у нас брать в киоски у нас там сидит у нас там киоск рядом есть но он там сидит в основном только пивом торгует пиво у него чипсы сухарики это все у него есть привезут раз в неделю хлеб не знаю что он там привозит ничего него нет сахар у него ужас цена в два раза дороже чем здесь мука у него тоже килограмм не двух килограмм уже по моему 110 а здесь 75 ой сейчас пройти там сахар брать у него пойдем же мы сюда обратно у кратчика здесь взяли за 180 а у него там по 270 уже не знаю столетичный наверное лежат что он там вообще сидит дети мороженое захотят пойдут то нет мороженого вообще но не надо только пивом хорошо за пивом у него ходит кому лень по добавкой сюда идти или там взять рядышком что интересно к нему пойдешь за пивом спрашиваешь вас там есть я ему говорю рафинированные он шуток не понимает такой серьезный рафинированные бывает только масло ну ладно думаю как же его там очень забыла как он называют очищенное пиво и такой пивон еще тот закажут мужчины и душ и не знаешь названий в общем у него и и рафинированное пиво с одной бочки и не рафинированное тоже с одного кранчика льется это как-то смешно принесешь что-то мутное что-то мутное так помню прошу расходили мы по этой улице садовая решили посмотрели такая на чистенькой грязи нет а с нами еще женщина можно с вами ягод 1 боюсь идти пойдемте мало ли кто там на дачах дураков такую погоду бомжи то алкаши мы решили поэтому в основном собак боимся здесь много собак больших у кого щенки еще голодные они прям очень кидаются доехали они прям за пятки хотят вот цепить ноги на руль и покатили вперед ну и в общем пошли мы шли и шли хорошая дорога была засыпанная тоже и на этом когда-то она закончилась хорошая дорога и закончились и начались бездорожье и женщина горно чем мы так пойдем по грязи на такие калоши у нее мы-то в сапогах резиновых были и мы решили иногда давайте свернем пойдем по другой улице ну в общем мы решили ее послушать потом и сказали что там на другой улице собака всегда выбегает с какого-то участка такой забор она не прицеплена ни на что не на цепь и она выскакивает злая всегда овчарка на год ну чушно то в такую погоду грязь будет выскакивать не дура же ну пошли она женщина впереди мы сзади нее по грязи это собака встала на перекрестке на нас смотрит она год вот эта собака урда ой ой это собака прям устремленно за нами к нам бежит мы только пятки сверкали мы тут впереди помоложе у нас сзади нас осталось мы только слышим ой 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 не надо не надо по грязи по этой быстро прошмаляли а собака за нами собака так устремленно прям а скажет идете ну-ну идите идите но она по грязи дальше не пошла собака встала и смотрит на нас как мы по этой грязи от нее шмаляем в общем у нее калоши проваливаются я помню это было весом впереди она-то сзади ну в общем мы потом смеялись мы больше так не ходим лучше обойдем надо с собой палку брать таких случаях и идти таких случаев веселых много так мы пришли ну ладно все вроде просто сказала все показала а то набрали столько что в одной руке тяжело везде буду выключать до скорой встречи